Думаю, что хорошо подготовили игру, делали на поле футболиста точно то, что хотели, забили вовремя. Гол имали еще 2-3, хорошие моменты, просто должны были забить второй гол до 60-го минуты. Но все было более-менее так, как хотели. Просто еще раз игроки, которые пришли на замену, видно, что у них не хватает тренировки, не хватает силы и просто надо время их подождать, чтобы пришли в состояние, какое нужно за такие игры. Конечно, всегда можно лучше играть и мы будем стремить, чтобы все было лучше и есть лучше работать. Очень тяжелая игра и еще раз я очень много победил, потому что уиграли все. Жаль, осталось, что спросим? Алексей Таразио Столица. Патер проиграл. Отставание Динамо с окративностью за двух очков. Горнились в чемпионском блоке. У меня есть много проблем. Мы думаем о игре и игре. И просто много и что надо играть. Я сказал, когда Батер пошел в восемь-десят очки, сколько было третий-четыре назад, что достаточно много игр и очень ровный чемпионат. Нету фаворита. Ни одну игру дома играешь или на везде не можешь сказать, что стопроцентно это легко выиграть. Просто нету фаворита. Такое чемпионство нету фаворита и мы будем стараться. Мое желание, чтобы Динамо из игр и игру лучше играть. И мы должны работать на играх. У нас футболисты достаточно молодых. Просто невозможно, чтобы у них было все постоянно. Они идут на враг, а чуть-чуть вниз. Надо время, чтобы все сложилось. И конечно, я желаю моего клуба усиливать. Нам нужно два-три человека. И я и то ожидаю. Пожалуйста, еще вопрос, Антон. Котленко провел неплохой матч. Можете стараться с новым корзом? Пожалуйста. Только хочу от вас, чтобы не начинали делать звезду. От Йелопа. Он только две игры проиграл и ему многое надо работать. Многое надо работать. Пускайте го спокойно развивать. И чтобы сделать то, что должен сделать по потенциалу, который у него есть. Ничего вопроса? Адамовича останется с контракт. Какая будет его судьба в клубе? Какая будет судьба в клубе Адамовича? Это вопрос я вам уже сказал за те вопросы, кто отвечает. Спортивный директор с ним должен разговаривать и спросить за те финансы. По игре будут вопросы? По игре будут вопросы. У Минска. Вернуйтесь с арендой. Хотите как плачу? Да, да. И ещё кого? Ну расскажите сейчас кого. У нас ещё 3-4 человека. Ну да, Карповича будет рассматривать. Ещё? Можно не пойти? Можно спросить, скажем. Была информация, что БТ рассматривает Гутера в качестве основного вратаря? В Сербии такое возможно вообще? Ну было так. Стойко, чем здесь в «Червеной Звезды». Прошёл партизан, но чуть-чуть войны не стало. Случилось. А по поводу информации? Что? А по поводу информации? Какие информации? О том, что БТ рассматривает Гутера в качестве основного вратаря? Ну, конечно, они могут рассматривать, если они финансово хорошо стоят, если могут платить. То, что Динамус спросит на наш коммерциальский директор здесь, я думаем, что это не будет мало. У нас есть юный журналист. Артём, пожалуйста. Вы рассказываете, вы заранее решали, что Роткович будет бить или это команда решила? Это супер вопрос. Просто Жуковский не играл в старте, он бьет у нас пенальти. Роткович сам решил пробить, просто я увидел, что он чувствуется хорошо, что уверен, забрал мяч и выпустили его пробить. Поэтому ответ он один. Зел мяч и зел ответственность не сидел. Вы сказали, что хотите усиление, это будут легионеры, или же хотите белорусы не усиляться? Честно говоря, для меня это очень важно. Мне нужны качественные люди, если они легионеры и белорусские футболисты, еще лучше, если есть белорусские. И молодые.